Проливной дождь с крупным градом обрушился в пятницу 7 июня на Северский район. Град размером с крупную фасоль обрушился на станицу Северскую, поселок Ильский и другие населенные пункты муниципалитета. Шквалистый ветер достигал порывов до 20 метров в секунду. На кадрах видно, что небо буквально извергает крупные градины, попутно ломающие ветки на деревьях. В результате стихии несколько деревьев обрушилось. Известно о падении дерева на легковой автомобиль на территории Ильской ЦРБ и станицы Северской. В райцентре на пересечении улиц Ленина и Петровского дерево упало на маршрутное такси, повредив лобовое стекло. Информации о пострадавших нет. Как уточняется в ситуационном центре ЕДД Северского района, действие штормового предупреждения продлевается до конца суток 8 июня 2019 года. Местами в край сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду. Возможен подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Строки великого поэта Александра Сергеевича Пушкина знакомы каждому со школьной скамьи. Его великий талант увековечен в стихах и прозе, а образ поэта запечатлен при помощи металла и камня. 6 июня Россия празднует 220-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина. И в честь этого события в парке Станицы Северской состоялось открытие бюства великого поэта. Поздравить земляков с этим замечательным событием пришел глава района Адам Жарим. С самых ранних лет и до многой старости люди читают и перечитывают пушкинские строчки, не переставая восхищаться мастерством и талантом человека и создавшего. Книги и гения русской литературы есть в каждом доме, в школе, в любой библиотеке по всему миру. Для чего нам нужен памятник Пушкина? Ни для красоты или престижа, ни ради моды. Нам он нужен для того, чтобы в шлюки и заботах многочисленных проблемах мы не забыли о чем-то высоком, далеком от обыденного серого будущего. Сегодня исполняется 220-30 дня рождения великого русского поэта. И я уверен, что любовь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина никогда не погаснет в сердцах наших соотечественников. И каждое новое поколение будет вновь и вновь открывать для себя очарование живой и ясной поэзии. За последние годы парк культуры и отдыха Станицы Северской значительно преобразился и с каждым годом становится все лучше. Глава северского сельского поселения Игорь Крикун рассказал станичникам, как строился и менялся Северский парк. Мы долго-долго искали исторические данные. Я с какого-то момента назывался Пушкиным, мы так и не нашли. Но по крайней мере последние лет 40 мы все время хотели открыть памятник. Но что-то всегда мешало, не хватало денег или еще чего-то. И вот благодаря работникам парка, администрации парка, биодиректору Болтовой Оресе Александровне, все-таки несмотря на финансовые трудности, приурочили 220-летию со дня рождения Пушкина, сделали этот памятник и сегодня его откроют для того, чтобы вы все увидели. И наконец-то мечта станичников, ну и всех, чтобы в парке появился бюст Пушкина, сегодня не сбудется. Конечно, гвоздем программы стало само открытие бюста. Потянуть за заветную ленточку доверили ученицы школы номер 44 Виктории Абдрахимовой. После торжественной церемонии открытия прямо в парке начались пушкинские чтения, театрализованные постановки о жизни и творчестве Александра Сергеевича, выступления творческих коллективов и, конечно, бессмертные стихи, которые во многом оказались пророческими. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тленье убежит. И славен буду я, да коль в подлунном мире жив будет хоть один пеит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет всяксущий мне язык и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Александр Сергеевич Пушкин – народное достояние. Нет в мире места, где бы не знали великого русского поэта. А теперь и в Северском парке есть свой памятник, которому народная тропа точно не зарастет. Решать проблемы проще сообща. Главный девиз органов территориального общественного самоуправления. Структура ТОСов в Северском районе развивается очень динамично. Людям намного проще решать насущные вопросы общими силами при поддержке властей. В районной администрации состоялся пятый юбилейный форум территориального общественного самоуправления, где присутствовали представители ТОСов и главы поселений. Перед началом работы форума глава района Адам Джарим посетил стенды, на которых представители актива поселений представили результаты своей работы и пообщался с ТОСовцами лично. В нашей улице более 30 детей, начиная первоклассник. 7 детей приучаем, работой занимаемся, пикники устраиваются. Сейчас на данный момент мы находим белый. Продолжилась встреча за круглым столом. Развитие дальнейшей перспективы территориального самоуправления в муниципалитете – важный вопрос, который требует принятия ответственных решений и большой активности граждан. По словам Адама Шахметовича, именно активные неравнодушные граждане помогают поддерживать порядок в районе. Мы должны все понимать, когда я говорю «мы» – это руководство района, руководство поселений, городских, сельских, мы должны понимать, что это самые надежные наши партнеры-колени, которые помогают нам всегда, начиная от выборов и заканчивая любыми мероприятиями. Поэтому наведение порядка в нашем доме – это только наша обязанность в Тае. Если тосовцы проявляют интерес, если тосовцы говорят «сделайте нам это», «сделайте нам то», «помогите с техникой», «помогите с другими материалами», то здесь отговорки не должны быть коллеги. Наоборот, мы должны идти к ним навстречу и помогать. Также на встрече главы поселения отчитались о работе органов территориального самоуправления, обсудили необходимые меры для развития и популяризации их деятельности среди населения. В каждом поселении достаточно своих мелких забот и проблем, решение которых ложится на плечи администрации. Но благодаря неравнодушным активным гражданам их постепенно становится все меньше. Тем более, что совместный труд объединяет. Как оформить паспорт или регистрацию по месту жительства без очередей? Этим вопросом наверняка задавались многие люди. А дел по вопросам миграции отдела МВД России по Северскому району оказывает государственные услуги иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Российской Федерации. Выдача замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации. Заграничный паспорт сроком действия 5 лет. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации. Предоставление адресно-справочной информации. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Государственная пошлина не взымается за регистрационный учет россиян по месту жительства и месту пребывания в пределах России, проведение добровольно-государственной дактилоскопической регистрации, осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской федерации. Оформление и выдача заграничного паспорта сроком действия 5 лет при подаче в отделы по вопросам миграции составляет для граждан достигших 14 лет 2000 рублей, для граждан не достигших 14 лет 1000 рублей. При подаче документов через единый портал государственных и муниципальных услуг госпошлина составляет 2000, которая составляет 1400, 1000 рублей составляет 700 рублей, то есть 30% скидка идет. При замене паспорта по непригодности к использованию государственная пошлина составляет 1500 рублей. При подаче документов через единый портал действует скидка 30% и таким образом госпошлина составляет 1050 рублей. Госпошлина взимается с иностранных граждан и лиц без гражданства при подаче документов и получении вида на жительство в Российской Федерации. В этом случае госпошлина составляет 3500 рублей. Через единый портал государственных и муниципальных услуг данная услуга не оказывается. Выдача иностранным гражданам разрешения на временное проживание в Российской Федерации госпошлина составляет 1600 рублей. Через единый портал государственных и муниципальных услуг данная услуга не оказывается. Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства взимается также государственная пошлина, которая составляет 350 рублей. Для того, чтобы сэкономить время и сберечь семейный бюджет, вовсе не обязательно обращаться в сторонние организации. Уважаемые жители и граждане Северского района, для получения бланков при оказании государственных услуг вы можете взять их для бесплатного заполнения в отделе по вопросам миграции, а также в МФЦ Северского района. Не обращайтесь в сторонние организации для заполнения бланков, так как они заполняются бесплатно. Таблица Менделеева изрос. Такой необычный стенд в честь 150-летия ее открытия установили на Петербургском экономическом форуме. Сделали стенд две крупнейшие российские агрохимические компании «Уралкалий» и «Уралхим». Вторая половина стенда посвящена северной столице России. На создание обеих картин потребовалось 100 тысяч роз. В этом же году юбилей таблицы Менделеева, поэтому мы сделали таблицу Менделеева. И так как мы находимся в Питере, с другой стороны у нас разводные мосты. В XIX веке предпринималось много попыток систематизировать химические элементы. К середине столетия их было известно уже 63, но ни одна таблица не отражала периодического закона. Создать ее после долгой работы смог Дмитрий Иванович Менделеев. Его открытие считается одним из самых значительных достижений науки. Генеральная ассамблея ООН и ЮНЕСКО объявили 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова